Когда читаешь комментарии на ютюбе к автороликам, многие зрители говорят, вы уже надоели с этими китайцами, ну неужели нету ничего другого? Вы узнали этот характерный звук для этого баварца, ребята? Сегодня мы с вами познакомимся, точнее даже вспомним, вспомним былые времена, когда от этих автомобилей все фукали и фыркали. BMW X3 с мотором 2 литра дизель в М-пакете 2018 года. Человек покупает его в декабре 2023 года по цене 3,5 миллиона рублей с пробегом 75 тысяч километров. Как вам такое начало? Он третий владелец, проверил машину, смотрел, осматривал, в пробеге уверен, сегодня катается, кайфует. Что представляет из себя этот автомобиль, вы в принципе все знаете, но давайте кратенькую справочку по нему. Сегодня у нас третье поколение в кузове G01. Автомобиль выпускался со 2017 по 2021 год. Как и про любой новый автомобиль, каждый концерн поет дифирамбы. Машина стала лучше, машина стала богаче, машина стала интереснее. Продавай свою старую, покупай нашу новую. У автомобиля была действительно широкая линейка моторов, можно было подобрать под себя все что угодно. И самое главное, что чем мощнее мотор, тем богаче автомобиль. Но в России самые популярные версии, а их три. Первая это 2-литровый дизельный мотор на 190 сил, 2-литровый бензиновый мотор на 184 силы и 3-литровый дизель на 249 сил. Именно такие модификации вы будете встречать чаще всего, если вдруг задумываетесь о покупке похожего автомобиля. Что у них с надежностью, что у них с обслуживанием, об этом мы поговорим сегодня чуть-чуть позже. Говоря об этом автомобиле, я уже наперед вижу некоторые комментарии. Ну, 2-литра дизель это слабовато. Надо бы, конечно, 3-литра. Вот это разговор. Ребята, безусловно, 3-литра дизель на этих автомобилях легендарный мотор. Но стоит совсем других денег. А народ у нас голосует рублем. С удовольствием бы люди брали бы более продвинутые комплектации. Ну вот, чем тебе не автомобиль для города? Покататься, перевозить детей по работе, по делам в удовольствие. На хорошем проверенном автомобиле. Или же это все-таки ломучее говно, как вы раньше все говорили. А сегодня, блин, ну все-таки немцы, это немцы. Сам лично мечтаю и жду тот день, когда я наконец-то заработаю, куплю себе X5. Ну, марка мне действительно понравилась. Адекватный расход, шикарное поведение на дороге, приятный интерьер. Лично мне внешний вид вот этих версий G у BMW очень сильно нравится. Что вы думаете, напишите в комментарии. Ну, а я вам предлагаю не размазывать кашу по тарелке. Давайте познакомимся с владельцем и спросим, почему он взял вот все-таки шестилетнего, скажем так, немца, а не новенького из салона с пленочками, с большими мониторами. Джилиманджаро, ну и ему равных. Поехали. Владелец автомобиля Рустам. Шикарная тачка у тебя, Рустам? Да не одна. Сегодня мы об этом поговорим. Ну, давай так. Что у тебя было до X3 вообще? Вот предыдущие машины какие? Если брать предыдущие машины, то предыдущая машина у меня получается F30, тройка BMW, она же у меня сейчас и есть. До F30 был Volkswagen Polo, до Volkswagen Polo был Infiniti G35, до Infiniti G35 была Kia Rio, а до Kia Rio была ВАЗ-2114. Таким образом, длинную историю сделать короткой. У тебя сейчас в семье есть Kia Rio, это что-то типа рабочей лошадки. Да. X3 для тебя, для жены, для ребенка. То есть вы передвигаетесь с семьей на этом автомобиле. И F30 машинка-зажигалка для удовольствия, на которой ты больше любишь ездить. Верно? Да, все верно. Вот, смотрите, такая первая черта. В прошлом году у тебя встает вопрос о покупке паркетника. Ребенок, жена, нужен паркетник, верно? Да, все верно. Почему? Почему немец пятигодовал на тот момент? За три с половиной миллиона рублей наличка, ведь можно было пойти купить тот же самый Манджаро. Хайповая тачка, все берут, все довольны, народ пересаживается, пересаживается, а ты пять лет. Ну, вообще, если говорить откровенно, то цели покупки автомобиля, именно кроссовера, не было. Эта покупка была совершенно спонтанная. Я с другом разговаривал по телефону, сидел на автору прям одновременно, смотрю, выскакивает вариант. Продает своего официального дилера, висит машина за 3 300. Я думаю, ага, интересно. Но предполагаю, что, скорее всего, это цена за... Ну, а банк, кредит, там, и прочее стоит. Я уже понимаю, что 1400 нужно добавить. Соответственно, звоню в автосалон, спрашиваю по автомобилю, они все рассказывают, мне все интересно. Вот, цена плюс-минус там 3600 выходила на тот момент. Вот, супруга, соответственно, вечером вернулась домой, обсудили, говорю, так и так. Соответственно, у нас, ну, семья в любом случае будет расширяться. Думаю, что на будущее, наверное, трешки BMW будет маловато. Было бы прикольно, наверное, взять кроссовер, потому что все-таки мысли какие-то есть. Ну, а какие-то варианты ты смотрел? Смотри, сегодня есть либо вторичка, либо новые, это китайцы, либо новые немцы. Их тоже можно купить вообще без проблем. С одним лишь моментом, что новая стоит космос. Я для себя разделяю марки автомобилей, что есть немецкая тройка, есть остальные автомобили. По BMW можно зайти там на сайт Drive2, прочитать опыт владельцев, понять, что к чему. Соответственно, по китайским автомобилям такого опыта нет. Они только зашли на рынок, соответственно, непонятно, что будет там через 3-5 лет. Самый важный момент для меня был безопасность автомобиля. Я думаю, ни для кого не секрет, что в немецкой тройке безопасность на уровне. Соответственно, если посмотреть обзоры китайских автомобилей, то я вижу, что, как правило, безопасность все-таки слабая на китайских автомобилях. Тех же там Zikker, Geely Atlas. Ну, то есть это то, что я только видел на YouTube по ДТП. Ну, а с точки зрения, смотри, если бы, допустим, на сегодняшний день с безопасностью у них было бы все ок, я к тому, что вообще ты на китайца готов пересаживаться, ты уже смотрел, присматривался, есть какая-то модель, возможно, ты где-то там был, трогал, видео увидел и такой говоришь, вот это вот мне привлекательно. После покупки X у меня была возможность посетить автосалон, в котором работает друг, и я посидел в Джиле Манджаро. Честно говоря, я не могу сказать ничего плохого, я не ездил на машине, но сидя в салоне, мне очень понравилось. Но себе бы я не приобрел этот автомобиль по той простой причине, что вот очень много ездит, например, Kia Rio и Hyundai Solaris, то есть люди там покупали одно время, сейчас уже меньше-меньше-меньше, соответственно. Вот Джиле Манджаро для меня воспринимается как Hyundai Solaris. Как бы очень много автомобилей ездит. Я не говорю, что эта машина плохая, по своим характеристикам, качествам и так далее, я думаю, что это лучший китайский автомобиль в своем ценнике. Когда речь заходит о покупке автомобиля с пробегом, зачастую в объявлениях вы как раз видите ту самую историю. Все идеально, не бит, не крашеный и прочие-прочие-прочие красивые слова, которые вас, когда вы идите дома, подбивают тому, чтобы вы сорвались и приехали покупать. И зачастую, когда ты уже оказываешься возле капота, что-то может довсплыть. Я вам неоднократно рассказывал про нашего шикарного и постоянного спонсора выпуска «Толщиномер», «Карсис», «Автоподбор». Ну вот смотрите, просто вам живой пример. Классная тачка. Когда мы идем по левой стороне, здесь все идеально. Показатели у нас по толщине от 85 до 120 микрон. Это, в принципе, абсолютный норм, полный. И чтобы длинную историю, как я люблю уже говорить, сделать короткой, здесь все в идеале. А вот с обратной стороны у этого автомобиля была неприятная история. Предыдущему владельцу какой-то гаденыш, что-то там было не так, расцарапал правую сторону. То есть взял ключ и просто по ней прошелся. Вам об этом могут сказать, что у автомобиля есть двойной окрас, а могут и ничего не сказать. Подходи, пожалуйста, ближе. Стреляем и, собственно, вот нам прибор уже сразу начинает сигнализировать, что здесь что-то не так. Ну вот 215 и самое ключевое, видите, желто-зеленый сигнал. Криминала какого-либо здесь сильно нету. Не так, чтобы было сильно ДТП, но тем не менее, двойной окрас есть. Кто-то говорит, ну не нравится, не бери, это же вторичка. Да никто не спорит, но правда есть правда. Когда автомобиль не бит, не крашен, он не бит, не крашен. А если окрасы есть, то об этом тоже нужно знать. Именно поэтому я вам оставляю ссылочку на этот прибор. Покупайте смело, на него пожизненная гарантия. Фишек в нем очень много. В частности, можно проверить даже оцинкован кузов или нет. Это если вдруг вы будете покупать себе китайца с пробегом. В общем, вся информация внизу. Пользуйтесь на здоровье. Конечно, в силу того, что ты ездил на BMW до этого, тебя особо не поймаешь на эмоциях. Но тем не менее, это новый фузов, джишечка. Вот ты когда пришел в салон, ты садишься. Понятное дело, что вторичка, но для тебя-то это новая тачка. Все равно, ты садишься такой, ты вот ее, знаешь, как девушку за руку берешь, такой, о, привет. Как это было? Ты прям кайфанул от салона или как? Ну, во-первых, мне ее очень хорошо презентовали. Она, во-первых, была чистая даже, визуально, внешне. Я сел в машину, у меня первое, что бросилось в глаза, это руль. Когда я его взял, то есть нащупал, он очень толстый, намного толще, чем на F-серии. Вот это место очень понравилось, получается. Из минусов, конечно, сразу бросился в глаза маленький экран. Но я думаю, что со временем это я исправлю, поставлю экран побольше. Потому что это самый маленький экран, который вообще возможен в X3. Я хочу добавить, что, понятно, да, после какого-нибудь там манжара владельцы китайцев сейчас смотрят, такие, что это такое вообще, ребят. Ну, по этому поводу идет спор, что многие как бы там повелись на дисплеечки и так далее. Многим эти дисплеи большие вообще не нужны. Мне частенько бывают люди говорят, я бы себе взял манжару, но вот этот третий дисплей меня просто убивает. Я не хочу, не хочу. И BMW это такие тачки, да, что это просто можно собрать из нее все, что хочешь. Такой потенциальный конструктор. Поменять дисплей, поменять лобовое, поставить проекцию. Это действительно все можно доустановить, платить только лишь деньги. Давай так кратенько по опциям. Из основного, что в машине есть? Ну, из необходимого, это, получается, подогрев руля. Обязательно. Да, потому что без подогрева руля, ну, как бы невозможно ездить. Трехзонный климат-контроль. Супруга может там для себя настроиться, соответственно, с ребенком. Камера заднего вида, потому что у меня в 30 камеры нету. Это, как бы, такая, так скажем, необходимость. Еще из таких интересных опций, это то, что, как бы, на низких скоростях, если машина видит пешехода, либо какое-то препятствие, то, соответственно, машина тебя тормозит. Вот я столкнулся с такой проблемой, что в регионе, я когда поехал только, я не мог даже припарковаться, потому что я не видел оглыбу льда, которая торчит прямо в автомобиле. Машина понимает, что если я сейчас поверну, я ударюсь. Потом смотрю, на экране написано, не смотрите только на камеру, смотрите также по зеркалу. Ну, видишь, как. По факту в этой тачке, я так скажу, из самого необходимого есть все. Безопасность есть, пакет вот этих теплых опций есть. Если кому-то там не хватает, например, подогрева лобового стекла, либо еще чего-то. Ребят, сигнализация с автозапуском устанавливается, дома сидишь, переходишь, у тебя не то, что там лобовое прогреется, у тебя вся тачка прогреется. Ну и далее, вот мне, например, в удовольствие больше как кнопки есть. Никогда нужно там в дисплей куда-то ехать, тыкать, чтобы подогрев себе включить, или там у кого массаж есть, там и прочие функции. Вот здесь все самое основное есть, потому что ты машину покупаешь для чего? Ты сел и поехал. Важнее, как она управляется, как она ведет себя на дороге, что у тебя по эргономике в салоне. В этом плане однозначно немецкая тройка, да и в том числе японцы, конечно, они опыт есть. Но опять же, китайцы, в защиту китайцев, что сказать. Это же не так, что там какой-нибудь местный китаец все придумывает. Они нанимают крутейших инженеров, перенимают дизайнеров и прочих-прочих, кто всю жизнь свою работал с немецкими тачками и другими. И, соответственно, они им сейчас там рисуют и делают. Я думаю, что как раз 3-4 года ты покатаешься на этой машине, а вот уже потом уже будет, вернее, какая-то история с теми же самыми китайцами. И вполне возможно, либо китаец новый, либо, ну, опять же, заработаешь денег до хрена, купишь себе на тот момент какой-нибудь новый, там, я не знаю, скорее всего, уже это будет X5, там, X7. А почему нет, да? Надо же жить позитивом, не так, что все плохо. Потому что те, кто говорят, что ой, 3,5 миллиона дорого, да, поставь ее сейчас в цену полтора миллиона за нее. Всегда будут те, кто скажут, что за полтора дорого. Потому что, ну, вы понимаете, градация людей, она вся идет, это как бы неприятно, это говорить вслух, но это есть. А под капотом нас всегда ждут сюрпризы, ведь это же немец, сейчас что-нибудь сломается, помп сломается, привода полетят, еще что-то и прочее, прочее, прочее. А если мотор, а если коробка, ну, на деле, давай так, ты покупаешь автомобиль пятилетний, что-то нужно было делать, ты же погнал его наверняка там в сервис какой-то сторонний, на подъемник поднимал. Как это было, что, в каком он состоянии, что тебе говорили на сервисе? Ну, первым делом я проверил подвеску, вот, по подвеске все окей, то есть на тот момент не было никаких проблем, вот, об этом я расскажу чуть позже. Сделал ТО с оригинальным масляным фильтром, с хорошим, качественно проверенным маслом, ТО обошлось мне в 7500 рублей. Это замена масла. Замена масла и масляного фильтра. Да, это то, пока то, что я сделал. Там воздушные свечи, я еще как бы туда не лазил, я ничего не менял. Самое основное это мотор, соответственно, мотор я масло поменял. Вот, были уже даже поломки. Я думал, что это, может быть, эксплуатация какая-то дизеля такая. Ехали по трассе, когда только купил автомобиль. Машине пахнет дизелем. Я думаю, наверное, машина дизельная, поэтому пахнет. Позднее я уже выяснил, что у меня прогорела прокладка турбины. Вот. Я сперва подумал, что ценник будет космический. Вот. Съездил в сервис профильный, в ММА, мне озвучили стоимость, я был приятно удивлен. Ну и какая? Что-то такое. Ну, нужно съездить, понять, посмотреть. Но я не думаю, что там какая-то космическая цена будет. Пока не приценивался. Пока не приценивался. Друзья, а вот в этом вся прелесть владения BMW. Знаешь, ты выезжаешь из сервиса, тебе говорят, все-все, в идеале такой, ура! Потом ты приезжаешь на сервис, тебе говорят, нифига, а вот здесь, а вот тут. Я последовал вашему совету. Вот кто-то мне, ну, многие из вас мне писали, Дим, если ты передвигаешься на машине, и тебя ничего не беспокоит, вот лучше лишний раз в сервис и не езжай. И реально, у меня ничего в подвеске не стучит, знаешь, не пищит, не скрипит, никаких вот посторонних звуков нету. Окей. Масло меняю, все как положено, исправно. Но, тем не менее, машины немецкие, машины сами по себе дорогие, оригинальные, там, запчасти, комплектующие, действительно, будут стоить очень дорого. Поэтому будьте готовы, что если вы покупаете с мыслью, я только оригинал, в текущих условиях, денежек вы будете отдавать немало. Но в тот же момент есть достойные аналоги, ну, в общем, об этом мы даже говорить не будем, потому что про эти машины, в принципе, много снято. Но, тем не менее, все равно, я считаю, что в текущих реалиях очень актуально поговорить вообще про немцы. Даже, знаешь, мне даже удовольствие доставляет, что мы стоим вот здесь, смотри, Бэха, Бэха. Я как вспомню, раньше мы снимали, знаешь, X5 новый приедет, вот только-только он с салона выехал. Трешки новые приезжали, мы здесь снимали. BMW 320 в М-пакете, самая популярная комплектация, 2 миллиона 200. И ваши комментарии, полторы ей цена. А сейчас бы за эти деньги, мне кажется, все бы на этих BMW ездили. Вообще, в целом, прогноз у тебя какой по машине, сколько планируешь на ней накатать и годик-два повладеть? Как вообще, есть какие-то мысли? У меня есть мысль, что я думаю, где-то минимум 4-5 лет. Потому что пробег, ну, первый критерий для меня это пробег. Соответственно, пробег здесь маленький. Я знаю, что таксисты на этом двигателе проезжали 400-500 тысяч, вообще без каких-либо поломок даже в цепь не меняли. Поэтому, мне кажется, что здесь ресурс хороший. И вообще, считаю, что до рестайлинговой серии BMW G, G-серия, это, наверное, одно из лучших поколений BMW. Да, 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 хвалят, хвалят реально. Вот это поколение, все, что пошло после Левкиного G-шки, очень сильно хвалят. Опять же, к мотору 2 литра. Помню, когда все это дело появлялось, многие смеялись, типа, ну, это несерьезно, 2 литра. Для этого мотора, для этой массы автомобиля, его вот так хватает. У него здесь просто-напросто паспортный разгон, 8 секунд. И она реально 8 секунд свои поедет. Это первое. Второе, вот расход у тебя реальный. Вот ты ездишь, там, Московская область, Москва, вот в этом смешанном цикле на повседневку сколько? Я бы, я, честно говоря, за расходом сильно не слежу. Но если так брать, я думаю, где-то литров до 8. Вот, и чтобы понимать, я проехал тысячу километров, заправил машину на 4 тысячи рублей, я, получается, заправил и проехал тысячу километров. Это городской цикл плюс трасса. Вот. Да, кайф. И плюс жирный у немцев в моторах дизельных, что когда вы его запустите и садитесь в машину, у него нет вот этого тракторного эффекта, как это бывает на японцах и прочих. То есть ты, уж когда ты поедешь, так и вовсе, но в целом машины очень комфортные. Понятное дело, что пересев с бензином, вы все равно это будете ощущать первое время, но к этому очень быстро привыкаешь. Страх какой-то есть перед автомобилем, что, ну, давай так, вот, не дай бог, какое-то там ДТП, ведь это же все дорого будет. Понятное дело, там, какой-нибудь тебе, там, какой-нибудь козел притрет тебе крыло. Это надо чинить. Ты каской сделала машину? Я сделал каску, да, полную, поэтому в этом плане, как бы, я... Сколько тебе обошлось эта каска полная? Полная каска, ну, с франшизы 50, обошлось мне в 60 тысяч рублей. Ну, вот, ребята, пожалуйста, 60К отдаешь, и машина у тебя, скажем так, под защитой. Все те, кто присматриваются вообще в целом к BMW, подумывают, я вам могу прям смело рекомендовать, что все версии, если вы там молод и вы в дальнейшем хотите, чтобы ваша машина быстро продалась, брать их именно с M-пакетами. M-пакет сам по себе, это больше такой стайлинг внешнего вида, это немножко изменений по интерьеру салона, но реально машина смотрится совсем по-другому, нежели чем обычная. И, соответственно, эти машины очень хорошо востребованы у молодежи и у тех, кто вообще к марке присматривает. Когда, допустим, я вам сказал, хочу X5 именно в M-пакете. Вот смотрел, без него, ну, вообще не то, вообще не то, а с M-пакетами он прям шоколад. Здесь установлена самая крутая оптика, которая есть на X3. Вообще на X3 есть три варианта. На американских машинах встречаются галогенки, есть LED-фары и есть LED-адаптив. Это LED-адаптив, крутые матричные фары, едешь ночью по трассе, очень далеко видно. Если, например, ехать просто ночью в кромешной тьме, появляется встречный автомобиль, он уже начинает тебе моргать, чтобы ты выключил. То есть вы еще даже не сблизились, то есть настолько фары хорошо светят. Особенно это приятно, когда ты едешь с супругой, с ребенком, ты чувствуешь себя в безопасности, то, что, соответственно, широкий обзор, то есть очень приятно ехать. Когда машину глушишь, такой звук есть. Это у нас что-то... Что такое? Ну, забыл об этом упомянуть. Недавно буквально обнаружил эту проблему. Как выяснилось, это сервопривод глушителя. То есть когда машину глушишь, идет такой цокот. И, в принципе, даже когда машина заведена, этот цокот появился буквально недавно. Смотрел, сколько стоит эта приблуда, так скажем. БУ она стоит от 7 до 8 до 9 тысяч рублей. Если смотреть новую, то цена, конечно, космическая. Это 210 тысяч рублей. О, вот это вот очень полезная информация для всех тех, кто хочет объективности. Вот вы мне говорите, Дмитрий, ты субъективен. Ну, как субъективен? Я всегда стараюсь и плюсы, и минусы собрать. И при этом вас никто не призывает ничего купить. Хотите, берите, не хотите, не берите. Машину в данном случае, понятное дело, не продается. Но то, что может нарваться. Опять же, БУшка, это код в мешке, никакой гарантии. 8 тысяч отдал, месяц поездил, еще раз меняю. И вот так вот, может, до бесконечности. Потому что в этом плане, да, что-что, немцы, ребята такие. Так, слушай, ну, давайте прям по живику запрыгиваю назад. Получается, ты за рулем сидишь, жена сидит сзади, правильно? Я сейчас сидение, может быть, там на 2-3 сантиметра назад отодвинул. Потому что, ну, я чуть повыше. И мне удобнее за рулем сидеть, откинувшись. Но в целом, смотрите, друзья, вот я сажусь сам за собой. Напоминаю, я ростом 1,80. Развалиться можно. Плюс ко всему, откидывается вот эта вот история. Она откидывается, чтобы больше был багажник. Ага. Короче, вот в одном положении зафиксировано. Ну, в целом, спинка так вот, угол норм. Конечно, хотелось бы иметь возможность еще чуть-чуть прям назад ее кинуть. Если куда-то на дальняк ехать. Но места над головой хватает. Задний климат-контроль есть. Подогревов нету, да, заднего дивана? Подогревов нет, но это опционально можно поставить. Опционально, да. И все вот это вот про BMW. Я когда вообще впервые там покупал, тогда знакомился, изучал. Вот это слово, знаете, опционально. С комплектацией выше. Для того, чтобы тачка была в топ-жире, это нужно как раз брать либо 3 литра дизель, либо, ну, там вот есть у них М340. Да. Там у вас уже будет вся-вся-вся приблуда. Все, что вы пожелаете. А вот здесь такая небольшая врезочка, потому что есть что добавить, есть что сказать. Когда речь заходит про немцев, ну, в частности, мы сегодня рассматриваем BMW, то по моей практике я понимаю, что многие люди их очень сильно хотят. Я делал опросы в Телеграм-канале, куда я вас без конца приглашаю подписаться. Что бы вы купили, что бы вы хотели купить с точки зрения желания. BMW Mercedes Audi, немецкая тройка, набирает первое место. Потом идут корейцы, японцы, потом идут китайцы, и на четвертом месте все остальное, типа там Renault, Peugeot и подобная история. Рустам в этом выпуске отмечает то, что я вот там читал на Drive 2. Drive 2 для меня это такие вот негативные воспоминания о ассоциации с этим сайтом, потому что когда я туда выкладывал один и тот же контент, что на YouTube, например, отзыв владельца про BMW 5, люди дают советы, подсказывают на YouTube, вы даете, туда выкладываешь, казалось бы, в сообщество автомобилистов, BMW, только один негатив, учим отчаясь. Я это неправильно сказал. Заходишь к человеку на страницу, а у него там обзор, как он с Китая себе купил какие-то накладки в салон, нафотографировал их профессионально, и все такие, какой полезный контент. Вот здесь услышите, пожалуйста, те, кто присматриваются, кто хотят купить BMW с пробегом. Ребята, ни в коем случае, никакие покупки по низу рынка раз, ни в коем случае не покупайте машину на последние деньги два. BMW, я вам так скажу, вот Toyota, возьмем святую Toyota, если что-то серьезное сломалось там, это ого! Если что-то сломалось на BMW, внезапно это расходник. Не существует у BMW никаких серьезных узлов и агрегатов. Все, что у вас сломается, это расходник. И к этому нужно относиться, я бы сказал, вот так философски, чтобы вы к этому были готовы. Тогда и поломок будет, возможно, меньше чудом, и вы меньше будете расстраиваться. Техническое обслуживание само по себе, вот замена масла, фильтров, оно недорого стоит. Вот, просто масло 7500 человек поменял, если бы с фильтрами там покупать, как правило, аналоги, это вышло бы, ну, 12-15 тысяч, это я уже прям с запасом называю. Это сделал полноценное ТО. А дальше, если вдруг что, тут уже пойдет целый вариант. Вы можете купить оригинал. Есть по некоторым даже элементам подвески, по некоторым элементам, ну, те же самые, например, пружины взять. Зачастую советуют другие, не BMW-шные, говорят то, что ничем не хуже, а может быть даже где-то лучше. И во всем этом нужно будет вам разбираться, либо же доверяться тем, кто вам это будет советовать, и платить, платить, платить. Поэтому самый лучший вариант, вот есть, например, у вас бюджет 5 миллионов рублей, постараться найти машину, ну, вот за 4500, я бы так посоветовал. А 500 тысяч, чтобы у вас было, с мыслью, что это на машину. И вот если вдруг что-то случилось, 50 тысяч ремонт, 70 тысяч ремонт, вам будет гораздо проще. Но это лично моя позиция, это мой совет, как правильно поступать, принимать решение только вам. Продолжаем. Сажусь за руль, как к себе домой, так сказать, только после ремонта. Ребята, интерьер понятен, интерьер лично мне приятен. Я знаю, что среди вас есть тоже консервативные люди, которые не хотят сейчас этих больших дисплеев, ну, хочется, чтобы были версии, где у тебя остаются все так же кнопочки, где можно там потрогать, нажать кнопку, и лишний раз в дисплей не лезть вообще. Когда запускаем мотор, ну, понятно, на холостых, пока стоим на месте, есть такая, даже не вибрация, а звук, именно прям характерный дизельного мотора. Как только ты начинаешь ехать, сразу все это дело пропадает. Шумоизоляция в автомобиле, ну, действительно, очень хорошая. Вот, смотрите, мы едем сейчас 60 километров, да, разгоняемся, я даже поддам чуть-чуть. Вообще тихо в целом, ну, реально тихо. Я вспоминаю, когда мы катались на Джулионе, естественно, сравнивать два автомобиля этих вообще близко нельзя, но сам факт, тогда там были некоторые владельцы, которые накинулись на меня, мол, в смысле шумка плохая, нормальная шумка, все классно. Но, друзья, есть реально понятие, что шумка на этих Джулионах хрень полная. Ты, когда садишься, первый день эксплуатации, что тебе прям вообще понравилось? Я понимаю, что я ездил на трешке, но, тем не менее, ну, вот на X3, что тебе прям запомнилось такое, бросилось? Ну, первое, что ты подметил, это шумоизоляция. Когда я прям выехал с салона, мне было очень тихо, потому что я еще не настраивал музыку, там ничего, просто как бы привыкал к машине. Очень понравилось. И очень понравилась динамика. То есть я не ожидал, что настолько машина динамичная, как бы вроде 190 сил, но 400 момента как бы позволяет очень хорошо прям усвоиться. Да, да, дизелек, дизелек. Управление. Вот руль действительно у них очень приятный в плане того, что тактильных ощущений. И машина, вот она. Друзья, у BMW это сложно передать словами. Это нужно садиться, ехать. Даже несмотря на то, что у нас там какая-то неспортивная версия, неполноценная, да, там M, где там подвеска совсем по-другому работает. Более чем для города, вообще огонь. Вот мы кидаем коробочку в режим спорт, такие, знаешь, фразы такие страшные. Шамаяч, коробку в спорт перевел, блин. И вот у нас есть возможность чуть прям вот в поток зайти. Она не то чтобы срывается, но она очень быстро набирает скорость. И в принципе, ты ее даже не ощущаешь. То есть так вот, знаешь, газку дал, опа, 80, 90, 100. И поехал. То есть для города более чем с головой. И при этом все это совмещается еще и с небольшим расходом топлива. Шикарное сочетание, как мне кажется. Коробка восьмиступенчатая, всем известная ZF. В целом надежная коробка. Понятное дело, что и к ней бывают вопросы, люди умудряются их ломать. Но опять же, заводской брак присутствует. Но вот нет никаких рывков, нет никаких пинков, нет никаких, знаете, непонятных работ мотора. Полный привод. Вот ты успел по снежной зиме покататься. Что скажешь? Ну, я вообще нигде не застревал. Честно говоря, даже на предыдущей тройке BMW я просто был в шоке, когда я заехал в снег по колено. И она вообще абсолютно спокойно выехала. X-Drive работает просто. Я просто не катался на Quattro, не могу ничего, например, сказать, потому что Audi расхвалит Quattro. Но X-Drive система мне очень нравится, очень понятная. И ты садишься и сразу понимаешь, как она работает. По подвеске, в силу того, что мы специально всегда ездим по одному и тому же маршруту, я заезжаю в одни и те же ямы, я бы не сказал, конечно, что она прям мягкая. Она не мягкая, но она максимально, как мне кажется, сбалансирована. То есть ты на этой машине можешь и вальнуть, на большой скорости ты будешь комфортно себя чувствовать. Но и в тот же самый момент, когда мы какие-то неровности проезжаем, я чувствую такую жесткость. Но вот такой некий баланс. Если поставить какие-нибудь 20-е или 21-е колеса с низкой резиной, ну это будет уже прям жесть-перебор. Жена ездит же за рулем? Жена ездит. Ей вообще очень понравилась эта машина, на самом деле. Как бы за счет того, что она, во-первых, очень легко рулится, как она говорит, то есть машина очень юркая, понятная, как бы очень мягко едет. И, кстати, я бы не сказал, что она на самом деле очень мягко едет. Вот я сказал, просто... Жестковато. Жестковато. Да, жестковато. Почему жестковато? Потому что здесь стоят, как и положено, ранфлет резина. А, ранфлет. Да, я бы хотел поставить на будущее все-таки, наверное, обычную резину и возить запаску. Благо, багажник позволяет. Рубрика «Мнение оператора», которого обычно никто не спрашивает. Напоминаю, оператор – это моя жена, передвигается со мной по съемкам, смотрела уже китайцев, разные автомобили. Давай так, кратенько, не размазывая кашу по тарелке, как я тебя учил, внешний вид этого автомобиля, что скажешь? Всем привет, внешний вид мне нравится. Интерьер автомобиля. Интерьер тоже хороший, но если окунуться там лет 5-6 назад, в то время, соответственно, для того времени это был классный интерьер. По просторности, ты сидела сзади, вообще в целом, как места хватает? Я не знаю, почему, но мне было тесно. Сзади было очень тесно, потому что вы так хорошо раскинулись, даже вот я с камеры сидела и постоянно вот так пыталась назад, куда-то туда спиной упасть хочется. В целом по тест-драйву, когда мы катались в автомобиле тихо. Очень тихо. Вот это реально очень тихо. И катаясь с тобой по съемкам, я как раз тоже заметила то, что очень комфортно, тихо. Мне это понравилось, потому что предыдущий автомобиль был не тихий. Ну, допустим, смотри, предположим так, что у тебя 3,5-4 миллиона рублей, и ты как девушка покупаешь себе автомобиль. Что бы ты выбрала бы? Вот такой автомобиль, да, с пробегом. Или вот мы снимали Джили Манджаро, когда ребята молодые покупали. Новенький китайец. Иногда твои подписчики, акционеры смотрят. О, ребят, лайк ставьте, молодец, умница. Акционеры пишут комментарии, судя по моим комментариям. Не знаю, откуда такая логика, но говорят, Диман, видимо, скоро пересядет на китайца. Нет, вообще нет. Я просто объективно, субъективно, как угодно. Говорю комментарии, не хочу задеть, и вижу визуальную картинку. Давайте учтем такой важный момент, что я не вожу машину, и поэтому я очень много, многих характеристик не знаю. Это нормально. Я девушка, я оцениваю визуально. Все, зафиксировали. Визуально мне этот автомобиль нравится, я бы выбрала его, а не китайца нового. Ребята, это было мнение оператора. Мы двигаемся дальше. Вот паркетник у нас в семье появляется. Вообще как? Багажник, место в целом? Ты прям почувствовал, что эта машина сильно больше? Да, намного больше, потому что в трешке BMW в принципе не предусмотрен багажник. Это больше, как спортивную сумку положить. Соответственно, здесь уже можно полноценно и банки, и картошку, и все, что хочешь разместить. Тем более, складывается задний ряд сидений. Это очень круто, если нужно перевозить габаритный груз. В целом, багажникам довольны, особенно довольны супруга. Ну не жалко так вот в этой машине что-то возить? У тебя же Рио есть, типа как рабочую лошадку использовать, нет? Нет, как бы я считаю, что в любом случае машину ты эксплуатируешь, поэтому я же не цемент вожу на ней. Ну да. Друзья, в общем, под нужды, без проблем, и напомню, что вот эти все иксы, вот если сейчас его сравнить с каким-нибудь там первым, вторым поколением X5, он по размерам будет либо такой же, либо даже больше. Я помню, раньше сравнивал и X3 уже обгоняют по размерам первые версии X5. На улице минус 2, но солнышко так-то уже припекает, как бы стоишь уже прям так печет неплохо. Слушай, вот интересный момент, люди всегда как бы интересуются там, денежкой, как, что. Вот ты в самом начале рассказываешь, что покупка спонтанная, поехал, купил за 3,5 миллиона X3, при этом X5, ну, понятное дело, дороговато, не готов. Чем вообще занимаешься, кратко, в двух словах, тебе 28 лет, где работаешь, чем зарабатываешь? Ну, я бы еще хотел вернуться именно к цене, то есть на автомобиль, я его не купил не в кредит, а купил за наличное, но на автомобиль мне добавил мой родной брат порядка полутора миллионов рублей, соответственно, я ему в течение года договорились отдам. А, такой должок. Да, краткий экскурс, да, экскурс к стоимости автомобиля. Работаю я вообще в банке коммерческом, уже в банке работаю, если в сфере банковской именно 10 лет, занимаюсь ипотечным кредитованием. Давай подводить, в общем, итог. Тачкой доволен? Ну, реально. Я доволен. Нет пока такого все-таки то, что, блин, погорячился, ну, не надо было, надо было взять паузу небольшую, до лета подождать, а там разберемся, вот что-то такого выдано, особенно цена автомобиля, потому что я купил автомобиль за 3,5 миллиона рублей и когда я даже покупал автомобиль, мне менеджер офталон сказал, что я покупаю машину в пакете, первую по России, по цене. Вот. И автомобиль, в принципе, отдали минус 500 тысяч рублей, то есть машина простояла там порядок полутора месяцев. Я знаю, что они выкупили эту машину за 4 миллиона рублей, у меня был ДКП от предыдущего хозяина. И, то есть, они продали даже в минус. Но тебя это никак не напугало, типа, что в минус? Нет, потому что я знал, какие проблемы у дилера, потому что я, как бы, работал до этого 6 лет по автокредитованию, то есть у меня были связи, я интересовался, почему и как. И, то есть, дилер очень много таких машин сливал, в принципе, то есть те, которые застоялись у них. Последний вопрос тебе, точнее сразу ответь людям на комментарии, которые будут негативны с точки зрения того, что хрень купил раз. Она только, только купил, уже начинает сыпаться 2, пробег у тебя скрученный, все это неправда, все это обман 3, лучше бы реально взял бы китайца, была бы гарантия, новая машина, есть новая машина, 5 лет поездил бы, скинул бы, ничего там себе не случится. И все, что с этим связано, серия, что твой выбор не такой, надо было по-другому. Я думаю, что это зависит от каждого человека, от того, как он обслуживает машину. Если обслуживает машину плохо, она будет сыпаться, она будет, как бы, будет дорогостояще обслужена, потому что все знают, что не сделал одно, потом появляется второе, третье, и уже разум крупную сумму отдавать неприятно. Просто надо за машиной следить. Чаще менять масло, как бы немцы это любят, заливать хорошее топливо, как бы покупать оригинальные запчасти. Таким образом, у нас получился сегодня с вами шикарный обзор и отзыв владельца. Можно покупать себе новеньких китайцев, а можно взять себе, например, в альтернативу немца с пробегом. Зачастую люди говорят, ой, там, китайцы, зачем вы их берете, берите что-то другое. Но в тот же момент я уверен, что среди вас будет достаточное количество людей, которые скажут, ну, я, например, не готов отдавать 3,5 миллиона за машину 2018 года. Получается, Рустам по ней идет как третий владелец. Многие хотят купить машину, чтобы не нужно было вот эти цоканье слушать, вот куда-то ехать, искать либо оригинал, либо БУ, вот что-то смотреть. Кто-то хочет просто из дома до работы, по делам, в худшем случае, не знаю, на сервис оставить машину, пусть там, как говорится, разбираются. Здесь выводы делать только лишь вам. Мы стараемся подсветить автотему с разных сторон. Я бы себе взял бы X5 с удовольствием, но, например, в тот же момент я не готов брать его там, 18-19 года. Хочется взять машину хотя бы 20-21, но, когда ты смотришь цены, трех-четырех-четырех-годовалая машина с пробегом 60-70 тысяч по цене 7 миллионов рублей. А нормальная, нормальная, внимание, 8 миллионов, это будет 30-40 тысяч км пробега. И точно так же за трех-годовалый автомобиль. Новенькую, без проблем, без проблем, 12 миллионов рублей, будь добрый. Это еще кузов до рестайла, назовем его так, а рестайл под 15. В общем, так сказать, во всем негативном нужно видеть позитивное. Трудиться, стараться, зарабатывать, миллионами зарабатывать, и тогда все будет хорошо. Вот на этой позитивной ноте мы с вами и закончим. Все контакты со мной в описании. Хотите принять участие? Пожалуйста, пишите. Буду рад точно так же с вами познакомиться, отснять ваш выбор. Ссылочка на спонсоры выпуска остается в описании. Телеграм-канала в первом закрепленном комментарии. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok